Добро пожаловать в итоге недели с Коинбюро. Меня зовут Гай. А меня зовут Джессика. Для вас главные криптоистории за эту неделю. Свеча Бога. Биткоин переживает эпичный пробой, заставляя многих полагать, что медвежий рынок завершился. А обычный рынок вот-вот начнется. Когда? Мы узнаем точно. Запрыгнуть в последний вагон, все взгляды прикованы к эфиру. Пока инвесторы ожидают, повторит ли эфир недавнее ралли биткоина. Есть катализатор, чтобы это сделать реальностью. Удар в спину. Поддерживающие криптополитики написали письмо властям США с просьбой провести расследование в отношении двух крупнейших криптокомпаний, незаконно распространяющих СНС. Что они делают? Уходят большие банкиры. Генеральный директор Джиппи Морган Джейми Даймон готовится продать акции мегабанков впервые с 2006 года. Как он стал генеральным директором? Что это значит? И детальный разбор лучше растущих крипто за прошлую неделю и того, куда они могут пойти. Все это и больше прямо сейчас. На прошлой неделе биткоин пережил феномен, который стал центральным в большинстве известнейших криптомемов. Свеча Бога. По сути, это момент, когда цена биткоина помпится так сильно, что начинает выглядеть совершенно неразумно, смывая остатки медведей на стенках и начиная очередной крипто-бычий забег. Это именно то, что произошло в начале прошлой недели. Биткоин взлетел более чем на 10% за 24 часа. Памп был настолько мощным, что некоторые высококлассные крипто-медведи переметнулись во взглядах с медвежьих на нейтральные. Некоторые восприняли это как противоиндикатор. Но в любом случае, это все зависит от того, почему произошел этот памп. Как вы, вероятно, слышали, памп мог образоваться из-за появления биткоин-спот ETF BlackRock на веб-сайте компании DTCC под тикером IBTC. На понятном языке это значит, что компания DTCC, обеспечивающая трейдинг на Насдаке, добавила на свой веб-сайт биткоин-спот ETF BlackRock. Естественно, это породило распространение спекуляций о том, что биткоин-спот ETF скоро появится на Насдак. Как отметили многие наблюдатели за ETF, для заявок ETF появление тикера на сайте DTCC является стандартной процедурой. И, как в итоге выяснилось, этот тикер был добавлен на сайт в августе. Но даже этого было достаточно, чтобы вызвать памп биткоина, размазывающий шортистов на сотни миллионов долларов. А такое запампило биткоин еще сильнее. И все это продолжалось, пока DTCC не удалила тикер IBTC со своего веб-сайта, вызвав для биткоина внезапную коррекцию. Но тикер был обратно залистован спустя несколько часов, вызвав коррекцию по большей части коррекции. До сих пор до конца непонятно, почему тикер пропал на некоторое время. И во время разгара этого тикерного безумия наблюдатели ETF отметили, что недавняя поправка BlackRock по биткоин-спот ETF имела заметку о том, что управляющий активами менеджер может начать размещать ETF к концу октября. И, как вы могли догадаться, это будет значить, что BlackRock начнет покупать биткоины. Но дело в том, что вряд ли это количество будет большим и будет соответствовать стандартным процедурам для большинства заявок ETF. На это обратил внимание аналитик ETF из Bloomberg Эрик Балкунес, основной источник того, что мы сейчас рассказали. Но похоже, что кое о чем он умолчал. Согласно данным CryptoPotato, недавняя поправка биткоин-спот ETF от BlackRock также содержала и следующее. Цитата. «Из-за нерегулируемого характера, а также отсутствия прозрачности вокруг операций бирж цифровых активов, а также рынка биткоина в более широком смысле, стоимость биткоина, а также вследствие и стоимость акций, могут быть негативно затронуты, вызывая убытки акционеров». Что ж, это может быть частью стандартной процедуры, но при этом может быть напоминанием об активно идущем регуляторном давлении на криптоиндустрию в США и в остальном мире. И как мы объясним позднее, это регуляторное давление, похоже, только ухудшается, а не наоборот. И похоже, что единственным бычьим катализатором является спот биткоин-ETF. Конечно, безусловно, недавний рост биткоина стал впечатляющим, но важно помнить, что риски по-прежнему присутствуют. Также очень важно помнить уроки, которые многие из нас получили во время последнего бычьего рынка. Во время ФОМа самое время взять паузу и начать думать. И с учетом того, что индекс страха и жадности находится на самом высоком уровне с вершины в ноябре 2021-го. И с учетом всего сказанного, нет никаких сомнений, что биткоин выглядит невероятно по-бычи. С учетом того, что закрытие месяца для биткоина готовится быть над полосой Боллинджера, является очень сильным сигналом того, что медвежий крипторынок почти завершен. Но даже это не говорит, что мы будем только расти. На нашем пути нас ждут множество коррекций. Далее, если вы собираетесь трейдить или просто по мере пути накапливать, то убедитесь, что вас не нагнут комиссии, а также то, что вы храните свою крипту в безопасном месте. Изучите вопросы, связанные с безопасным хранением вашей криптовалюты, разницу в кастодиальном и некастодиальном хранении, различные виды кошельков, включая аппаратные и программные. И, конечно же, самые важные основы безопасности, являющиеся ключевыми для вашего спокойствия и, конечно же, для вашей криптовалюты. Все эти материалы доступны в видеороликах на нашем канале CryptoCommons. Обязательно посмотрите. Что ж, и хотя биткоин, вероятно, начал свой следующий бычий рынок, аналогичное нельзя сказать для эфира или для большинства альткоинов. Аналогично фондовому рынку, настоящий бычий рынок для крипто будет лишь только при повсеместном участии. Но, говоря исторически, в конечном итоге прибыли биткоинов ушли в эфир, а затем и в другие альткоины. И вот почему все так внимательно следят за ценой эфира. Если мы в самом начале настоящего медвежьего крипторынка, то мы должны будем увидеть цену эфира, позволяющую, как говорят многие, делать догоняющий трейдинг. Это когда у эфира образуется такой же памп, который был у биткоина, по мере ротации инвесторов из биткоина в эфир. На прошлой неделе было несколько периодов, когда было похоже, что эфир на стадии взрыва. Смотря в перспективе, догоняющее движение эфира к биткоину означает памп в 20 или даже больше процентов. Пока же эфир особо даже не двинулся. По мере этого цена эфира, похоже, даже не смогла преодолеть оба диапазона Боллинджера — недельный и месячный. И это плохой знак, предвещающий большие потери в среднесрочной перспективе. А цена эфира в биткоине также говорит об этом. И, похоже, она собирается опуститься до низов 2020-го. И это поднимает вопрос о том, что за катализатор может быть для разворота медвежьего тренда эфира, выраженного и в фиате, и в биткоине. И наиболее очевидным является ответ, о котором особо никто не говорит. И это тикер эфира Spot ETF, появляющегося на сайте DTCC или аналогичной компании. Похоже, что все забыли, что ARK Invest и 21 Chess в сентябре подали заявки на Spot ETF эфира. Допуская, что листинг тикеров на сайте клиринговых компаний, а также предложение ETF — это стандартные процедуры, то мы можем ожидать аналогичной серии заголовков об эфире и ETH. Как и для биткоина и BTC, это приведет к невероятному количеству ФОМО, которое и приведет ФОМО, о котором мы только что говорили. Также это подготовит базу для оборота капитала из эфира в альткоины, и это уже точно подтвердит начало нового, настоящего медвежьего крипторынка. С единственным предостережением, о котором мы недавно говорили, это имеющееся регуляторное давление, и особенно от SEC. Похоже, что председатель SEC Гарри Генслер продолжает верить, что большинство крипто — это ценные бумаги, несмотря на удручающий проигрыш SEC в суде, а именно, против Ripple. Более подробное видео мы выпускали на нашем канале. Теперь, честно говоря, недавнее одобрение SEC ETF по фьючерсному эфиру может быть доказательством того, что они готовы рассмотреть заявку на ETF по спотовому эфиру. И если так и есть, то, предположительно, цена эфира будет выглядеть совершенно иначе, нежели сейчас, и, вероятно, она не будет отставать от роста BTC. И факт того, что она еще не одобрена, может быть признаком того, что регуляторное давление продолжает оставаться очень серьезным. И провал недавнего листинга ETF фьючерсного эфира не помогает. Это стало лишь крупицей торгового объема, которую показал Bitcoin Futures ETF в 2021. Даже с учетом того, что листинга ETF фьючерсного эфира было несколько. Если же листинг спот Bitcoin ETF покажет такие же печальные результаты, то это станет кошмаром в самом лучшем случае. Но, к счастью, похоже, что крупные игроки воспринимают биткоин очень серьезно. Не забывайте, что генеральный директор BlackRock Ларри Финг недавно сказал, что памп биткоина стал доказательством движения в безопасную гавань. И, кстати, если вам нравится это видео, нажмите на лайк, чтобы его прокачать. И, кстати, пока все в криптомире были отвлечены из-за хайпа вокруг Bitcoin Spot ETF и вероином о потенциальном обороте капиталов эфир, поддерживающие криптополитики США сделали кое-что в прошлый четверг, что можно описать только как удар в спину криптоиндустрии. Сенатор Синтия Ламес и представитель Фрэнч Хилл написали обращение в Департамент юстиции США с просьбой провести расследование в адрес Binance и Тизер из-за потенциального вовлечения в финансовые незаконные действия с использованием крипто. Неудивительно, что данное письмо спровоцировало волну SNS в мейнстрим-медиа. И что самое здесь невероятное, что в самом письме говорится про распространяемый SNS, крипто не так уж широко используется в этой нелегальной финансовой деятельности. На самом деле, эта финансовая нелегальная деятельность продолжается практически эксклюзивно с использованием фиата и особенно американского доллара. Крипто на радаре едва заметна. В любом случае, Синтия и Фрэнч настояли на начале расследования Департаментом юстиции в адрес двух крупнейших криптокомпаний по заведомо необоснованному предлогу. Но больше всего в глаза бросается из письма последнее предложение. Цитата. «Мы яростно поддерживаем незамедлительные действия Департаментом юстиции против бинанса и тизера для пресечения источников финансирования злоумышленников, направленных на конкретные страны». Обратите внимание, что я перефразирую последнее предложение, чтобы YouTube не возбудился на это видео. Далее. «Возможно, мы этому придаем слишком много значения, но расследование и незамедлительные действия — это две большие разницы». Возможно, что Синтия и Фрэнч имеют в виду очень быстрый переход к началу расследования против этих двух криптотитанов. Дело в том, что бинанс уже находится под расследованием Департамента юстиции, по крайней мере, с мая этого года. Возможно, некоторые из вас помнят завирусившийся отчет, в котором говорится, что Департамент юстиции обеспокоен правоприменительными действиями против бинанса из-за возможного рыночного краха, аналогичного FTX. Можно с уверенностью сказать, что такой коллапс будет гораздо более тяжелый, если это будет бинанс, и апокалиптическим, а если это будет тизер. В контексте, бинанс до сих пор обеспечивает более 50% спотовой торговли в крипторынке, и в настоящие дни практически весь торговый объем происходит в паре к тизеру USDT. Поэтому крах бинанса будет эквивалентен взрыву ядерной бомбы, а крах тизера будет похож на удар астероида, вызвавшего смерть динозавров. Но большая проблема еще и в том, что все это замутили два наиболее поддерживающих крипто политика в Соединенных Штатах. Если они на самом деле политики, самые сильно поддерживающие крипто в США, то это говорит о том, что все остальные уж тем более не за крипто. Кто-то может сказать, что это лишь очередной пример того, что политики — такие политики. Говоря о которых, важно отметить, что если вы следите за нашим каналом и нашими видео, вы знаете, что крипто имеет очень сильное лоббирование в Вашингтоне. И, вероятно, это стало дополнительным фактором, усиливающим поддерживающую крипто позицию, которую мы слышали от многих политиков. И недавний СНС заметно повлиял на старания этого лобби. И это значит, что как только политики, поддерживающие крипто, изменяют свой тон, то лоббисты, выступающие против крипто, усиливают давление. Но в данном случае объяснение может быть очень простым. Возможно, просто Синтия не была никогда поддерживающей крипто на самом деле, а только лишь поддерживающей биткоин. Показательный пример. В последнем декабре Синтия отметила, что эфир теперь является ценной бумагой из апгрейда мерч. Верите ли вы или нет, но, похоже, это аналогичное объяснение, которое использовал председатель СЕК Гэри Генслер в отношении эфира. Его известное заявление о том, что криптовалюта Proof of Stake является ценной бумагой, вышло день в день с апгрейдом мерч. И это реальная возможность и отрезвляющее напоминание, что биткоин — единственная вещь, которую считают законной власть имущие. Все остальное либо спекулятивной ценной бумаги или скам. И, говоря честно, это не совсем не так. Но в плохом регулировании была где-то упущена золотая середина. И это настораживает то, как они борются на пути распространения криптовалюты. И похоже, что в этом историческом сражении за финансовую свободу интересы настроенных против крипто начинают побеждать. И ирония в том, что почва, на которой находятся интересы против крипто, начинает ускользать, будто бы песок, под вашими ногами. И это переносит нас к другому заголовку, который многие упустили. Это новость о том, что генеральный директор Дж.П. Морган, Джейми Даймон, начинает продажу акций Мегабанка впервые, как он стал топ-менеджером в 2006 году. Интересно, что произошло это в один и тот же день с началом эскалации на Ближнем Востоке. Несмотря на совпадения, Джейми не продает лишь небольшую часть, а продает много. Один миллион акций, что соответствует головокружительным 140 миллионам долларов. Почему? Цитата «в целях диверсификации». С учетом всех возможных инсайтов, получаемых от известных людей, возможно то, что он знает, что грядет что-то большое. Более подробно об этом следите в наших выпусках. Но еще более весомая причина того, почему Джейми продает такие количества, заключается в том, что происходит в банковском секторе. Переходя к сути, поднятие базовой ставки вызвало падение цены облигаций США. Банки являются одними из крупнейших держателей американских облигаций. И это приводит их к огромным убыткам. Но дело в том, что эти убытки нереализованы, а это значит, что пока они удерживают облигации до истечения их срока, они получают 100 центов на доллар. Но проблема в том, что если большое количество вкладчиков опросят вернуть им деньги, банки будут вынуждены продавать эти облигации себе в убытке, и, возможно, им даже не хватит для обеспечения выводов. И очевидно, что не имея достаточное количество денег для вывода, означает банкротство. И вот почему целая группа банков закрылась в начале этого года. И похоже, что об этом банковском кризисе мы начинаем забывать, но ситуация может даже ухудшиться. Все из-за того, что американские облигации продолжают свое падение по мере роста базовой ставки. И, с одной стороны, что такой кризис, как развивающийся на Среднем Востоке, приведет к бегству в безопасную гавань. Инвесторы вкладывают деньги в облигации США, что вызывает рост их цен, из-за чего долгосрочные процентные ставки сокращаются. Судя по заголовкам, финансовые инвесторы на этот сценарий молятся. С другой стороны, есть вероятность того, что не произойдет значительный финансовый кризис, поэтому бегство в безопасную гавань не потребуется. Это будет значить, что долгосрочные процентные ставки продолжат свой рост, а цены облигаций продолжат падение. Парадоксально, что самым болезненным исходом для рынков будет то, что если ничего плохого не произойдет. Также смертельным приговором будет для банков, включая и мегабанки, если нереализованные убытки станут достаточно большими. Честно говоря, практически невозможно представить то, что рухнет Дж.П. Морган, с учетом того, что это крупнейший из крупнейших банков. Но, но думаю, что наверняка ты никогда не знаешь, с учетом всех долгов по деривативам, ведь спекуляции на триллионы с огромным плечом по всякой дряни, вероятно, должно быть нелегальным. Но в любом случае, продажа акций Джейми выглядит как убедительный сигнал того, что что-то может пойти очень сильно не так. Опять же, парадоксально, что это может быть невероятно хорошо для крипто, особенно если что-то пойдет не так в банковской системе. Вспомните, что происходило во время банковского кризиса в марте. Напомню, что цена на крипто взлетела вверх, потому что ФРС была вынуждена печатать деньги, запустив специальный механизм, позволяющий банкам занимать деньги за облигации США, как будто бы они имели свою полную стоимость. Данные ФРС до сих пор говорят о том, что банки продолжают использовать эти механизмы, надеюсь, в меньшей степени. Если об этом задуматься, то, возможно, это именно то, что биткоин и разнюхал. Это замечательно объясняет причину того, почему золото так выросло за прошлую неделю. Единственный вопрос в том, что продолжит ли биткоин оставаться безопасной гаванью с наступлением кризиса, или же обвалиться, как и все рисковые активы. Мы об этом можем узнать быстрее, чем думаем. И с учетом всего сказанного, наступило время перейти к самым результативным криптоактивам за прошлую неделю. Джессика, твой выход. Спасибо, Кай, за прошлую неделю. Лучшие результаты показали Мина Протокол, ПП, Инжектив Протокол, Конфлюкс и Гала Геймс. Начнем с Мина Протокол. Похожие монеты Мина запампили из-за листинга на южнокорейскую биржу Upbeat. Для контекста. Южная Корея сходит с ума по крипто и имеет привычку пампить только что за листанные монеты и токены. И как вы видите, на недельном графике цена Мина устремилась вверх. Единственное, что здесь смущает, то, что длинный фитиль на недельной свече означает, что был собран хороший урожай. А это значит сокращение шансов того, что данный сквиз продолжится на этой неделе. Но я считаю, что недооценивать фома не следует. Следующим идет у нас ПП, который был запамплен наряду с другими мемкоинами из-за хайпа с под биткоин и ТФ. Кто-то может сказать, что это плохой признак, другие скажут, что на крипторынке остается по-прежнему слишком много спекуляций. Третьи скажут, да все равно, ведь в крипторынке события происходят не всегда в подчинении логике. В любом случае, недавний памп ПП, похоже, не смог преодолеть диапазон Боллинджера на недельном графике, что аналогично Мина предвещает, что аналогично Мина, предвещает потенциальный откат в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Что же касается Injective Protocol, монету INJ, которого, похоже, запампили из-за набора быкообразующих публикаций, включая поддержку каст идеального хранения на BitGo, а также интеграцию Injective с различными продуктами Google, включая Google Cloud и Biggery. И заметьте, что это не партнерство. И как вы сами видите на недельном графике, сквиз из диапазона Боллинджера унес цену до токена, до уровня, который мы не видели с момента вершин бычьего рынка. И данный уровень выглядит, как очень сильная зона сопротивления для токена INJ. И если он ее преодолеет, то новый исторический максимум может стать неизбежным. И аналогично Injective Protocol монета CFX от CoinFlux. Похоже, запампилась из-за набора быкообразующих объявлений, включая презентацию его сооснователя на китайском в Трикамере Эко-саммите. Аналогично ППС недавний памп CFX, похоже, не преодолел зону на недельном графике Боллинджера, что говорит о краткосрочном развороте, а также отсутствии быконастроенного катализатора. Так что скукоживающийся сквиз может привести к падению. Поэтому аккуратнее. И завершает наш список Gala Games с токеном Gala, который, похоже, запамплился из-за целого набора игровых подарков, связанных с Хэллоуином и мероприятиями. Допуская, что это и стало катализатором, есть вероятность того, что данный памп не продолжается по завершению этого самого страшного дня в году, то есть 31 октября. Это соответствует тому, что мы видим на недельном графике для Gala и очередное непреодоление скользящего среднего диапазона Боллинджера на недельном графике. В случае с Gala, направленный вниз отбой, может стать риском формирования нового низа для медвежьего рынка крипто. И этот токен не единственный в данной ситуации. Но если вы хотите оставаться в курсе происходящего с этими криптовалютами, когда происходят пампы и хорошие моменты для трейдинга, то подпишитесь на телекрам-канал. И это все в подведении итогов за прошедшую неделю. Если вам все понравилось, то вы знаете, что сделать. Жмякните на подписку и лайк, и колокольчик. И не забывайте следить за нашим телеграм-каналом и ютуб-каналом. У нас есть масса полезной информации и интересного контента. И, конечно же, невероятные партнерские ссылки только для наших подписчиков. Все ссылочки на эти полезнейшие ресурсы вы найдете в описании под этим видео. Огромное спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok